всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани здесь только подробные топы и обзоры и сегодня я расскажу вам о моих 10 смартфонах которые оба советовала покупки в цене до 30 тысяч рублей плюс-минус может быть пару тысяч и чем они отличаются они отличаются тем что по большому счету это те же флагманы они могут также классно снимать в них можно также классно играть в игры какие-то из них имеют защиту от влаги какие-то большинство из них имеют супер быструю зарядку супер классные экраны они могут снимать прям супер волшебно но единственный у них чаще всего момент это нет 4к 60fps на фронталку и очень часто у них не супер телевики хотя бывает и другая история вот здесь допустим телевик есть вам настоятельно рекомендую если вам что-то понравится из топа однозначно посмотрите обзоры на канале однозначно вы должны помнить что есть еще польза стримы где я делаю обзор одним кадром чтобы увидеть как работает камера польза стримы канал где мы прожариваем по несколько часов устройства при вас провожу тесты рассказываю про особенности и разумеется вы видите как в онлайне они сбрасывают яркость в играх допустим либо сбрасывают яркость при съемке видео и еще много всего не забудьте подписаться на канал с колоколом смотрим всем привет вы на канале польза нет повторяюсь меня зовут сани и сегодня я представлю вам топ-10 среднебюджетных смартфонов 2024 года конкретно первого квартала все сегодняшние смарты обладают лишь одним параметром по которому они попали сюда это цена не улетающая в космос ну и разумеется тем что я их тестировал и могу их в разной степени рекомендовать все смарты из этого топа можно приобрести на распродажах в районе 30 тысяч рублей плюс минус 3000 хотя некоторые из них вообще можно до 20 тысяч купить и все они достойны вашего внимания напоминаю что на все смартфоны из моего топа есть полноценные обзоры с примерами распаковки результатами тестов и огромного количества фото и видеосъемки при том чаще всего в сравнении с конкурентами поэтому если вы посмотрите допустим какие-нибудь смарт и рилме там будет сравнение с сяоми если смарт сяоми там будет сравнение с каким-нибудь может быть даже флагманами и таким образом вы сможете решить для себя что лучше а что хуже под ваши цели и задачи если вдруг вам нужно фото и видео на десятом месте моего топа смартфон он р 90 как бы я его не ругал учитывая его стоимость он хорош к плюсам данного смартфона и отнесу 4к 30 fps на основной модуль для съемки плюс на фронталке тоже из съемка в 4к 30 fps довольно быстрая зарядка 120 герц экрана смарт неплохо себя ведет в играх у него есть google сервисы и у него интересный внешний вид плюс его в любом магазине можно в руках повертеть а потом приобрести чуть ли не в два раза дешевле в сети в комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой чехла в комплекте нет краткое руководство кабель с тайп си на тайп си блок питания на 67 ватт и ключ для извлечения слота он прорезиненный на 2 наносим карты весит смартфон без чехла 185 граммов а габариты составляют 161 на 74 на 8 миллиметров и помним что комплекты могут отличаться в зависимости от региона в котором вы приобретаете тот или иной девайс поставляется смарт в серебристый синий и черный и зеленый расцветки первые две расцветки выглядят странно как по мне но я думаю кому-то однозначно не понравится у меня на руках смартфон в зеленой расцветке дизайн honor 90 интересный тыльная часть выполнена из матового пластика а рамка из глянцевого пластика сборка хорошая как качество материала заявленные водонепроницаемости нету что неудивительно за эти деньги за эти деньги только у самсунга 54 была водонепроницаемость вообще в эконом класса самсунгов но они уж слишком логучие слишком уже древние а новые у них стоят и гиги и сколько лежит смартфон в руке удобно из закругленных краев пользоваться им одной рукой не совсем комфортно но можно на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости разъем usb type-c от и г версии 2.0 микрофоны и динамики вибромотор средний и не настраиваемый смартфон оснащен amoled дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2664 на 1200 пикселей полтора к в настройках разрешения можно выставить меньше для экономии заряда энергии что к слову для этой модели актуально экран имеет золотой сертификат декса у марк с чем я не соглашусь экран с закругленными краями и разумеется есть искажения подбородок у экрана есть но небольшой соотношение сторон девятнадцать целых девяносто восемь сотых к девяти и имеется поддержка hdr 10 плюс плотность пикселей 435 пи пиковой яркость 1600 нет солнечный день при прямом попадании света на экран яркости хватает но запаса яркости большого нет автояркость отрабатывает быстро и корректно частота обновления экрана максимум 120 герц в настройках можно включить меньше герц или функцию автоматического подбора частоты тест на частоту дискретизации касания выдал плохой результат мультитач есть и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно шим затемнение 3840 герц шим выше 20 процентов не поднимается в целом результаты шима неплохие но не идеальные always on display в наличии в отличие от сяомишек за те же деньги у которых он обрезан разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран и распознаванием лиц сканер отпечатков пальцев работает хорошо завести можно до 5 отпечатков к сему несколько одинаковых отпечатков зарегистрировать нельзя и это отдельно огромный плюсом за это распознавание лица срабатывает стабильно хорошо завести можно до двух лиц теперь к самому слабому процессор здесь установлен позорники qualcomm snapdragon 7 ген 1 асселя рейтед и дишин и графический процессор adreno 644 обвесом и процессор не столь печальный просто он печальный за эту стоимость смартфона операционная система magic os версии 71 на базе android 13 версии разумеется уже у всех она обновлена это на момент издания обзора все прошивки у вас версии разумеется другие русский язык на борту так как у меня глобальная версия смартфона google сервис и также в наличии оперативная память lpddr4x и доступна на выбор 8 12 16 гигабайт внутренняя памятью fs 30 на выбор 256 или 512 гигабайт имеется поддержка высокоскоростного вайфая 6 версии поддержка 5g сетей для 4g бэнды 7 и 20 на борту отмечу что версии с двумя сим-картами можно вместо одной сим-карты использовать есть ему связь смартфон ловит неплохо и ультразвуковой датчик приближения меня не подводил bluetooth версии 5.2 напоминаю что сейчас везде уже 5 и 4 пихают nfc поддерживается устанавливаем мир пэй и оплачиваем покупки на все модулем gps работает плохо лично у меня работал плохо может быть у вас он отрабатывает хорошо напишите местоположение определяется очень долго и по моим тестам смарт выдает точность 4 метра емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов в писемарке смарт выдал 7 часов 18 минут на максимальной яркости и герцовки разумеется в work performance он выдал 11 654 балла что неплохо смарт поддерживает быструю зарядку на 66 ватт как вы уже поняли и беспроводной зарядки нет заряжается он от 0 до сотки около 50 минут фпс в играх сильно проседает смартфон быстро нагревается яркость сбрасывает но не до минимума и сенсорный отклик не радует результаты тестов не радуют смарт рот лет если совсем кратко основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров и кольцевой двухцветный лет вспышки основной сенсор на 200 мегапикселей с апертурой 1 и 9 сверх ширик с углом обзоров 112 градусов плюс макро на 12 мегапикселей с апертурой 2 и 2 мегапикселя сенсор глубины цифровая стабилизация на борту но вот оптической нет запись видео доступна в максимальном разрешении 4к 30 фпс с фронтальной части установлен сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2 и 4 углом обзоров 100 градусов находится он в вырезе в верхней части экрана по центру максимальное разрешение для съемки видео у него 4к 30 фпс в стоке на смартфоне есть достаточное количество режимов фильтров вспомогательных функций к примеру есть а и блок а и фокус многокамерные режимы не только короткие примеры смотрите в отдельном обзоре по ссылке в описании напоминаю что исходники все фото у меня в телеге личной залиты часть еще и видео всегда примеры в играх можете посмотреть на прожарках на польза стриме как он себя ведет в нагрузках и обзор одним кадром на пользу стримы сегодня кстати на fin 2 а я буду также выгружать взор одним кадром этого смартфона минусы нет миниджека и к порта нет стерео медленный gps не оптимизировано энергопотребление нет оптической стабилизации телевика нет защиты от влаги нет возможности установить micro sd плохой сенсорный отклик и большая стоимость за его возможности опять же резюмируя даже за 30000 рублей этот смарт имеет кучу недостатков о которых я вам сказал играть в него не комфортно стереозвука нет повторяюсь что здесь моно это позорище за эти деньги нет защиты от влаги официальный убогий процессор и если вы имеете устройство тонер и раньше пользовались смартфонами этого бренда и не хотите переучиваться на что-то другое можно рассмотреть этот смарт к покупке но только во время распродаж плюс он стоил космос сейчас он везде стоит относительно дешево но брать его точно только до 30 тысяч рублей повторяю что может быть еще плюс что здесь 16 гектар оперативы появилась хотя кому они нужны с подобным процессором на девятом месте относительный старичок но он тоже актуален вы сейчас поймете почему на девятом месте пока f5 пока f6 еще не выпущен если вы купили пока f5 я смысла не вижу вам обновляться обычно я советую обновлять средняков как минимум через поколение плюсом данного смартфона и отнесу 120 герц экрана почти как у всех пиковую яркость 1000 нет и наличие миниджека и к порта поддержка быстрой зарядки адекватный датчик приближения в то же время если его приобретать нужно приобретать его прям мега дешево и это возможно в принципе об этом чуть позже в коробке мы имеем кратко руководство ключ для извлечения прорезиненного слота подвена на sim карты далее смартфон с наклеенной защитной пленкой блок питания на 67 ватт и кабель для зарядки с юсби и на тайп си весит смартфон 181 грамма его габариты составляют 161 на 75 на 8 миллиметров без блока камер пока f5 можно приобрести в черной расцветке с тыльной частью выполнены под карбон белые и синие расцветки рама выполнена из пластмассы как и тыльная часть лежит f5 в руке удобно из рук не выскальзывает и пользоваться одной рукой довольно кайфово качество материалов неплохое как и сборка ко всему данная модель имеет водонепроницаемость класса ip53 на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости разъем для зарядки юсби тайп си версии 2.0 микрофон и 2 стереодинамика с поддержкой технологии dolby atmos сертификация хирос аудио и аудио wireless на борту есть несколько предустановок звучание и кастомный эквалайзер за что спасибо качество звука среднее но для данной ценовой категории она хорошая для bluetooth устройств f5 оснащен большим количеством аудиокодеков вы их все видите тоже на экране x-осевой линейный вибромотор настраиваемый но не топовый f5 оснащен flow amoled дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей full hd plus плотность пикселей средника 395 ppi но большинство ее хватит напоминаю что если вы собираетесь использовать смарт как читалку лучше искать 500 ppi соотношение экрана корпусу 93,4 процента экран плоские рамки не громадные как и подбородок покрыт он стеклом corning gorilla glass 5 серии цветовой охват сто процентов 10 п 3 экран поддерживает 68 миллиардов цветов имеет контрастность 5 миллионов к одному из интересного есть hdr 10 плюс dolby vision адаптивный режим hdr сертификация sgs low blue light и x яркость 500 нет пиковая яркость 1000 нет при прямом попадании света на экран яркости достаточно но запаса совсем нет еще раз повторяюсь все подробно смотрите в полноценном обзоре и обязательно читайте еще и комментарии пользователей потому что там их уже хватает под ним в играх экран показал себя неплохо тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране мультитач на борту и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно шим затемнение до 1920 герц и это неплохо шим минимальный по мне кран обладает функция always on display но разумеется не полноценный как всегда у сяоми я не знаю зачем они это делают чтобы отделить флагмана от средняков разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в кнопку блокировки распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки сканер отпечатков пальцев работает корректно завести можно до 5 отпечатков пальцев несколько раз один и тот же к сожалению отпечатка пальца можно завести распознание лица срабатывает даже под углом зарегистрировать можно до двух лиц процессор в пока f5 установлен qualcomm snapdragon 7 плюс ген 2 вы ощущаете какой отрыв от он от 90 до этот смарт еще и дешевле графический процессор адрены 725 система охлаждения liquid cool виси версии 20 интерфейс милой 14 на базе андроида 13 версии разумеется все будет обновляться оперативная память lpd gear 5 и на выбор 8 или 12 гигабайт внутренняя память и fs31 на 256 гигабайт к слову по поводу операционной системы недавно сяоми подставила многих своих пользователей и в одном из обновлений и часть из устройств ушло в ребут этих устройств немного но люди потеряли информацию поэтому если вы приобрели сяоми себе без разницы за 6000 рублей или за 120 тысяч рублей сяоми 14 ультра очень рекомендую вам делать в облаке или на компьютере копию своего смартфона потому что такого я еще не встречал пока за 7 лет блогинга но сяоми как говорится удивили но с другой стороны у пока таких историй не было поэтому держим кулачки есть поддержка вайфая 6 серии поддержка dual 5g 4g сетей ниже 7 20 бенды для 4g на борту разумеется напоминаю что пока выпускают только глобальные смартфоны у них нет китайских версий китайские версии пока это чаще всего ридми серии к связь смартфон ловит хорошо датчик приближения отрабатывает корректные не глючит bluetooth версии 5.3 на все модуль в наличии на данный момент можно устанавливать мир п и оплачивать покупки на все модулем gps показывает точность 3 метра емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов smart поддерживают быструю зарядку на 67 ватт беспроводной зарядки нет заряжается от нуля до сотки в среднем за 47 минут в писемарке смартфон выдал 8 часов 26 минут work performance 13 тысяч четыреста шестьдесят четыре балла если говорить в целом у f5 он не перегревается он сбрасывает яркость два раза да и расход заряда я встречал куда лучше но опять же как говорится все относительно результаты тестов смотрите в отдельном обзоре если кратко все довольно неплохо если не считать сброс под нагрузкой у яркости экрана по камере блок с тремя сенсорами лет вспышкой основной сенсор ов 64b экономно на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией бесполезный сверх широкоугольный сенсор на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и супер бесполезная затычка макросенсор на 2 мегапикселя запись основного сенсора доступна в максимальном разрешении 4к 30 fps а супер стабилизация в 1080p 30 fps цифровая стабилизация режим двойной стабилизации разумеется на борту фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится в небольшом вырезе в верхней части экрана по центру запись фронтального сенсора доступна в максимальном разрешении видео 1080p 60 fps в стоковой камере есть различные функции режимы для фото и видеосъемки за примерами заходите в полноценный обзор по ссылке в описании как всегда минусы сбрасывает яркости в играх пластиковый корпус быстро расходуется заряд аккумулятора плохой ночной режим нельзя расширить внутреннюю память ставить в карту памяти ну и скоро выйдет пока f6 но опять же пока он еще не вышел я считаю что есть смысл приобретать этот smart точно не на перепродажу и возможно порыскать везде на авито и на площадках по-любому его скидывают довольно часто дешево то есть если вы приобретаете этот смартфон это не тот вариант который вы через год без проблем продадите но это тот вариант который может закрыть очень много ваших потребностей за довольно адекватный ценник резюмируя smart снимает неплохо не идеально но неплохо играть со сбросом яркости тоже не совсем комфортно и пусть смарт выбивает в antutu миллион баллов но применять их хотелось бы с комфортом для пользователя сканер отпечатков пальцев кнопки питания признак дешевого смарта хотя смарт с миниджеком и такими возможностями еще поискать нужно он однозначно подойдет людям которые не увлекаются мобильными играми прям по полной но играть в него реально и не любят много снимать видео на камеру смартфона но поснимать им что-то надо ну и конечно покупать его необходимо только во время распродаж и напоминаю что этот кейс не для перепродаж потом это вот вы взяли и года три-четыре ходите восьмое место сегодняшнего топа я отдал вам классу народу третьему и до в 30 тысяч его тяжело приобрести но чуть-чуть дороже и очень часто продают хотя уже скоро выйдет наверно 4 через месяц 3 к плюсам данного смартфона на мой взгляд я отнесу отличную герцовку яркость экрана довольно мощный процессор поддержку видеозаписи в 4к 60 fps отличную олеофобку на защитные пленки заводской защиту от влаги и 54 и фирменные переключатели режимов звука в комплекте мы имеем краткое руководство сам смартфон с наклеенной защитной пленкой адаптер питания на 80 ватт фирменный кабель для зарядки с юсби и на тайп си и ключ для извлечения прорезиненного слота по 2 наносим карты русский язык на борту габариты смартфона составляют 165 на 75 на 8 миллиметров вес 194 грамма приобрести nord 3 можно в черной зеленой расцветки рама выполнены из пластмассы отельная часть глянцевые из стекла с матовым покрытием напоминающим soft touch качество материалов хорошая смартфон в руке лежит комфортно но смарт при этом безумно скользкий на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости переключатели режимов oneplus alert слайда разъем usb type-c отг версии 2.0 микрофоны двойные стерео динамики с поддержкой dolby atmos качество звучания здесь средняя bluetooth кодеков на борту достаточно вибромотор тактильно приятный и настраиваемый и к порт на борту здесь у нас установлен плоский amoled дисплей на 6 целых семьдесят четыре сотых дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей максимум экран покрыт стеклом asahi глаз эй джи си дети старт 2 рамки небольшие как и подбородок за что плюс глубина цвета 10 бит цветовой охват сто процентов srgb и dc ip3 а также есть поддержка hdr 10 плюс плотность пикселей 451 пипя и пиковая яркость 1450 нит в солнечный день пользоваться смартфоном можно без проблем автоматическая регулировка яркости работает корректно и быстро частота обновления экрана максимум 120 герц точно 1000 герц в играх экран показал себя в плане отклика хорошо мультитач на борту и на 10 касание экран откликается моментально показатели шима не радует разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки распознавание лица срабатывает отлично даже под углом и внести биометрические данные можно только одного лица сканер отпечатков пальцев отрабатывает хорошо и довольно быстро завести можно до 5 отпечатков пальцев ко всему один и тот же отпечаток пальца завести нельзя процессор установлен медиатек деменции 9000 графический процессор арм мали g710 mc10 интерфейс oxygen о с версией 13.1 на базе андроида 13 версии которая разумеется будет обновляться и не один год оперативная память и лпд dr5x на 8 или 16 гигабайт хотя в основном их продают по 16 гигабайт глобал очки внутренняя память ufs 3.1 на 128 гигабайт или 256 гигабайт имеется поддержка вай фай 6 серии поддержка 5g 4g сетей и ниже для 4g 7 20 бэнд на борту и sim смартфон не поддерживает звучание во время разговора приемлемое микрофон отрабатывает отлично как и датчик приближения запись разговора в стоке отсутствует bluetooth версии 5.3 nfc смартфон поддерживает можно устанавливать мир пэй и оплачивать nfc модулем покупки из навигации на борту gps глонас галерео биде с и кьюзет с с gps тест городских условиях показывает точность в один метр емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писем арк смартфон не проходит что стандартный для смартфонов от ван класса во всяком случае по автономности остальные тесты разумеется проходит смарт поддерживают быструю зарядку супер в оуси эндуранс эдишен на 80 ватт и заряжается он за от 0 до сотки за 32 минуты переходим камерам основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров и лет вспышки основной сенсор sony amx 890 на 50 мегапикселей со светосилы 1 и 8 автофокусировка оптической стабилизации далее сверхширик сенсор sony amx 355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов фокус фиксированная светосила f2.2 последний это сенсор с макрозатычкой на 2 мегапикселя запись видео доступно в максимальном разрешении с основного модуля в 4к 60 fps при том фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с фиксированным фокусом и электронной стабилизации автофокуса нет находится он по центру верхней части экрана максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps примеры повторяюсь можно посмотреть в основном обзоре и на моем лайв канале обзор одним кадром минусы нет миниджека мало производительности плохая оптимизация под игры силиконовый чехол не положили в комплект а сам смарт безумно скользкий нет защиты от влаги и беспроводной зарядки тоже нет как реверсивный резюмирую всего два модуля по факту так как макро модуль это затычка на 2 мегапикселя любителям игры я данный смарт не рекомендую к покупке но на распродажах можно очень смело брать для обычного использования на седьмом месте моего топа расположен google pixel 7 а и пусть он относительно древний многие скажут но google pixel 8 а пока отсутствует и в целом если вам нужна хорошая камера то это очень даже неплохой аппарат который если что можно будет и продать к плюсам данного смартфона и отнесу защиту от влаги 90 герц экрана он показывает хорошие результаты в antutu он почти не сбрасывает яркость экрана при нагрузках поддерживают беспроводную зарядку у него есть быстрый разъем usb и у него еще отличное качество съемки в комплекте мы имеем смартфон адаптер кабель с тайп си на тайп си краткое руководство пользователей и ключ для извлечения слота под одну наносим-карту можно завести и sim вес смартфона 193 грамма габариты 152 на 73 на 9 миллиметров поставляется google пиксель а в коралловой голубой черной и белой расцветки дизайн устройства стандартные для линейки пикселей тыльная часть выполнена из глянцевого пластика рамка из алюминия сборка неплохая как и качество материалов корпус марки и скользкий пиксель 7а в руке лежит удобно из закругленных краев на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си от и г версии 3.2 ген 2 за что отдельное огромное спасибо далее есть два микрофона динамики звучание здесь стерео но не полноценная как всегда полуторка качество звука не топ мне лично не хватает громкости вибромотор мощный тактильно приятные но у ван классов лучше за эти деньги и аудиокодеков на борту достаточно смартфон имеет официальный класс водонепроницаемости ip67 и это прям круто в этом смысле он радует также он оснащен олед дисплеем на 6,1 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей экран прямой со слегка закругленными краями покрыт он стеклом corning gorilla glass 3 серии рамки просто громадные выглядит это дело совсем неаккуратно контрастность 1 миллион к одному есть поддержка hdr 16 миллионов цветов с глубиной 24 бита плотность пикселей 429 ппи чего вполне достаточно но она не флагманская суп флагманская экран выдает всего 653 люкса с максимальной яркостью с другой стороны большинству хватит в солнечный день при прямом попадании света на экран яркости достаточно пользоваться смартфоном можно но запаса яркости нет частота обновления экрана максимум 90 герц тест на частоту дискретизация касания показал плохой результат вообще на экранах они экономят multi touch есть экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно шим на 100 процентах яркости 37 процентов на 70 36 на 50 процентов яркости 79 процентов на минимальные 28 процентов 0 16 процентов показатели шима далеки от идеала always on display в наличии разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного под дисплей распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки сканер отпечатков пальцев работает стабильно хорошо на один и тот же отпечаток пальца можно завести четыре раза ко всему заводится отпечаток долго и мучительно распознавание лица срабатывает хорошо даже под небольшим углом процессор здесь установлен стандарт на google тензор g2 а также установлен со процессором безопасности титан м2 графический процессор аре малиджи 710 mp7 операционная система android уже 14 версии оперативная память lp ddr5 и доступна на выбор только 8 гигабайт внутренняя память с 31 на 128 гигабайт чего очень мало также отмечу что по моим тестам память установлена не выше чем и fs 2.1 и это очень печально имеется поддержка встроенного vpn а на базе google one но данной технологии работает не во всех странах есть поддержка высокоскоростного вай фай 6 и версии поддержка 5g сетей есть версия пиксель 7 а с поддержкой 5g мм wave и бэндов n260 и n261 для 4g в двух остальных моделях бэнды 7 и 20 на борту связь смартфон ловит отлично датчик приближения работает корректно bluetooth версии 5.3 low energy nfc поддерживается можно устанавливать мир пэй оплачивать покупки на все модулям gps test показывает точность 45 метров городских условиях емкость аккумулятора четыре тысячи триста восемьдесят пять миллиампер часов pc марки смарт выдал 8 часов 20 минут по автономности в орг перфомансе 11 тысяч 230 баллов и это очень даже неплохо смартфон поддерживает быструю зарядку на очень скромные 18 ватт а также беспроводную зарядку стандарта че заряжается от 0 до 80 процентов в среднем за 70 минут вы представляете насколько это медленно smart сбрасывает яркости сильно перегревается но при этом играть в целом удобно если вам не нужно слишком яркий экран результаты тестов далеко не радужные как по процессору так и по памяти смотрите полный обзор по ссылке в описании основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и двойной лет вспышки основной широкий сенсор гуат педи гуат бая на 64 мегапикселя с апертурой 189 углом обзора 80 градусов и восьмикратным зуммированием супер разрешение сверх широкоугольный сенсор на 13 мегапикселей с углом обзоров 120 градусов и автофокусировкой оптической стабилизации на борту как и цифровая есть функция разборчивая речь для улучшения записи голоса запись видео доступна в максимальном разрешении 4к 60 fps 8к нет как и 120 fps для 4к фронтальный сенсор на 13 мегапикселей находится в верхней части экрана по центру фокус фиксированный автофокуса нет а угла обзора в 95 градусов максимальное разрешение для съемки видео 4к 30 fps что отлично для этой стоимости различных вспомогательных функций режимов фильтров на борту достаточно основной сенсор справляется с видеосъемкой довольно хорошо и отмечу как он хорошо справляется со светом отдельно фронтальный сенсор также себя показал неплохо но у него есть шум и даже в светлое время суток стабилизация видео хорошая но не лучше и даже не на уровне чем у iphone допустим 14 промок с другой стороны и стоимость совсем другая цветопередача приятная но скинтон часто выглядит ненатурально минусы нет миниджека нет и пк порта нет чехла и защитной пленки в комплекте нет места в слоте под карты micro sd и вторую наносим карту нельзя запихать только одну экран царапается быстро притом он вообще не суперский за эти деньги а скажем прямо ужасный 90 герц смарт греется в зависимости от сценария использования довольно сильно медленная зарядка ультра медленная большие рамки вокруг экрана резюмирую смартфона достаточно недостатка в просто море его стоимость пока что не совсем адекватно его возможностям относительно но его достоинства которых я сказал вам ранее вполне могут подтолкнуть вас к его покупки даже несмотря на недостатки и фан базы у пользователей гуглов есть и не самая маленькая у меня администратора тоже их покупают привет тебе жужу и ходит с ними радуется несмотря на то что я их ругаю защита от влаги есть операционка летает игры он тянет камеры снимают на уровне близком флагманом смело могу рекомендовать его к покупке на шестом месте находится не менее спорный аппарат это вивай кунел 8 про уже существует на у 9 на у 9 про но если вы решили сэкономить и у вас есть вариант приобрести его дешево на какой-нибудь там распродажи я однозначно могу его рекомендовать почему однозначно не для перепродажи повторяюсь но для использования к плюсам этого смартфона и отнесу экран с частотой обновления 144 герца за эти деньги мощный процессор и быструю внутреннюю память при том экран не дешевая отбоя в комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой силиконовый чехол краткое руководство блок питания на 120 ватт и кабель для зарядки с тайп си на тайп си весит смартфон 194 грамма габариты 164 на 77 на 8 с половиной миллиметров слот прорезинены у него под 2 наносим карты у меня на руках китайская версия смартой но напоминаю что и кью даже в китайской версии русский язык и google сервиса и еще отмечу что некоторые из их аппаратов идут на глобалку но про него 9 про или 8 про я не слышал чтобы они там были напишите может быть вы видели приобрести смарт можно в черной красные зеленые расцветки я приобрел смартфон в красной расцветке у которой тыльная часть выполнена из искусственной кожи а блок камер имеет карбоновую текстуру рамки из пластмассы на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости разъем usb type-c от эг версии 2.0 2 микрофона и к порт звучание у смарта стерео неплохое в настройках можно найти предустановки звучания но кастомного эквалайзера здесь нет вибромоторчик двойной неплохой и настраиваемый аудиокодеков на борту достаточно смартфон оснащен amoled экраном от боя дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей экран плоский за что отдельный плюс подбородок у экрана есть но он не большой как и рамки плотность пикселей всего 452 ppi пиковой яркость 1300 нет при прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает но запас яркости не большой частота обновления экрана максимум 144 герца также на выбор есть 60 герц и автоматический режим частота мгновенной дискретизации касания 1200 герц тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране в играх экран показал себя достойно в плане отклика мультитач на борту но на 10 касание экран откликается не быстро шим затемнения до 2160 герц показатели шима выше 19 процентов не поднимались и это хорошо полноценный always on display в наличии разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран и распознавание лица также комбинированным способом разблокировки распознавание лица срабатывает отлично даже под углом сканер отпечатков пальцев работает корректно и быстро зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя по процессору здесь установлен у нас mediatek dimensity 92 2 0 плюс также установлен чип в один плюс а графический процессор используется immortal g715 mc11 интерфейс origin os на базе андроида 13 версии притом origin os уже четвертой версии обновление уже прилетело насчет андроида напишите у кого девайс на руках я думаю что уже тоже 14 андроид стоит google сервисы на борту интерфейс работает хорошо микрофризов встречаются но редко оперативная память lpddr5x доступна на выбор только 16 гигабайт внутренняя память ufs 4 0 и на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт хотя на ли я встречал у некоторых продавцов комплектацию с одним терабайтом имеется поддержка 5g сетей которая не для всех актуальна но хорошо что она есть для 4g сети 7 бэнд на борту а 20 отсутствует связь смартфон ловит хорошо датчик приближения отрабатывает корректно запись разговора на борту и без уведомления начали записи все-таки да китайский смартфон неудивительно но есть им отсутствует разумеется bluetooth версии 5.3 на все смартфон поддерживает мир pay встает gps-тест городских условиях показывает точность стандартно для мтк до 1 метра но повторяю что это хуже чем qualcomm of ski 3 метра емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писемарки смарт выдал 9 часов 16 минут автономности это очень даже неплохо тест я проводил при 120 герцах на максимальной яркости смарт поддерживает flash charge на 120 ватт заряжаются от 0 до 100 в среднем по моим тестам за 23 минуты у кого-то быстрее у кого-то медленнее смарт в играх греется яркость сбрасывает и заметно но играть в целом комфортно особенно если в автояркости стабильность процессора мне лучше не люблю мтк с одной стороны с другой стороны все не так уж и плохо как говорится зато дешево и сердито основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и двойной лет вспышки основной сенсор sony amx 866 на 50 мегапикселей с оптостабом но без оптического зума также есть сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 114 градусов запись видео доступна с основного сенсора 8к 24 fps 4к 60 fps и ниже цифровая стабилизация также на борту а супер стабилизация работает только при 1080p 60 fps фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана максимальное разрешение для съемки видео него 1080p 30 fps в стоке большое количество вспомогательных функций режимов фильтров как для фото так и для видео минусы нет миниджека нет 20 бенда такой же экран как у младшей модели на 8 пластиковая рамка также нет беспроводной зарядки карту памяти запихать нельзя защита от влаги и пыли официально заявлены не резюмируя если вы собираетесь приобрести данный смартфон сначала зайдите форум посвященный этой модели ознакомьтесь с отзывами владельцев потому что у китайских смартфонов часто бывают проблемы с оповещениями от приложений камера в данном смарте действительно хорошая куни берут для перепродажи хотя некоторые берут но не особо это разумно его берут для личного пользования если вы готовы часть времени посвятить настройки его под себя вы не будете разочарованы особенно учитывая его стоимости возможности на 5 место сегодняшнего топа я поставил пока x6 про плюсом данного смарта отнесу высокую пиковую яркость экрана очень быструю внутреннюю память хорошую автономность довольно быструю зарядку и он прям свежий в комплекте мы имеем сам смартфон силиконовый чехол блок питания на 67 ватт кабель для зарядки с юсби и на тайп си ключ для провизиненного слота по 2 наносим карты габариты смартфона 160 на 75 на 8 с половиной миллиметров а вес 190 граммов в продаже есть три расцветки это черное серое и базовое желтое внешний смартфон выглядит практически так же как redmi к 70 и тыльная часть выполнена из пластика как и рамка а в желтой расцветке тыльная часть выполнена из веганской кожи защита от влаги пыли заявлено стандарт айпи 54 в руке смарт лежит в целом удобно но грани прямые хоть и тыльная часть имеет слегка закругленные края для более удобного хвата на корпусе расположены кнопка питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си от ага версии 20 и маша подключения смарт не поддерживает разумеется также истика порт микрофоны и динамики звучание в данной модели стерео с поддержкой dolby atmos сертификации харес аудио и аудио вайлась динамики громкие качество звука хорошая вибромотор линейный по секс средний настраиваемый список поддерживаемых аудио кодеков довольно большой bluetooth чип установлен практически последней версии 5.4 прям очень круто смарт оснащен amoled dot дисплеем на 6,67 дюйма crystal res полтора к flow с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой corning gorilla glass 5 версии рамки не громадные что можно сказать и про подбородок но он есть плотность пикселей 446 ppi что хорошо яркость 1200 нет а пиковой яркость 1600 нет установлен датчик внешней освещенности на 360 градусов имеется поддержка режима солнечного света режимы чтения и таких технологий как тру кола hdr 10 плюс dolby vision и адаптив синг частота обновления экрана максимум 120 герц частота дискретизации мгновенного касания в турбо режиме 2160 герц результаты теста на частоту дискретизации касания выдают результат выше среднего мультитач на борту экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно показатели шима больше 12 процентов не поднимаются always on display на борту но обрезанный на 10 секунд разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев расположенного под экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки сканер отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро но промахи проскакивают завести можно до 5 отпечатков пальцев но минус за то что можно завести несколько раз один и тот же отпечаток распознавание лиц срабатывает стабильно хорошо биометрические данные можно зарегистрировать до двух лиц процессор mediatek dimensity 8320 ultra графический процессор mali g615 mp6 система охлаждения liquid cool версии 2.0 с площадью 5000 миллиметров квадратных интерфейс hyperos на базе android 14 версия оперативная память lp ddr5x и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт внутренняя память ufs 4 0 и на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт для игр используется технология wild boost версии 2.0 по связи поддерживается вай фай 6 версии dual 5g 4g сети и ниже все необходимые бенды на борту у меня смартфон связь ловил хорошо а вот датчик приближения работает плохо и на все поддерживается и мир пэй встает без проблем gps показывает точность до одного метра что стандартно для dimensity емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов в письмарке смартфон выдает 7 часов 53 минут что довольно неплохо на максимальной герцовки максимальной яркости smart поддерживает быструю зарядку на 67 ватт а беспроводной зарядки нет разумеется как и реверсивные результаты тестов традиционно смотрите в обзоре по ссылке в описании все в принципе неплохо но как грец все относительно переходим к камерам блок камер ст или части имеет основной сенсор на 60 мегапикселей с оптической стабилизацией апертура 1 и 7 и максимальным разрешением для видеосъемки 4к 30 fps сверх ширик сенсор на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов апертурой 2 и 2 и макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2 и 4 фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 fps примеры съемки там же в отдельном обзоре минусы нет мини джека нет места в слоте под micro sd плохо работает датчик приближения смарт перегревается система повисает при серьезных нагрузках неполноценная от сброс яркости в играх нет влагозащиты камера могла бы быть и получше за эти деньги но и резюмируя так максимальная яркость ведет себя крайне странно пока датчик приближения у меня глючил и в играх смарт себя ведет не лучшим образом но за 24000 рублей за которой я его купила и который он часто стоит на распродаже он будет отличной покупкой и лучшего в эти деньги по мне не найти на четвертом месте сегодняшнего топа находится сяоми редми ноут 13 про плюс 5g global к плюсам данного смарта и отнесу его полное название шутка а если серьезно к плюсам относятся защита от влаги камера на 200 мегапикселей неплохо снимающий фронтальный модуль камеры неплохие результаты в antutu хороший экран и нормальный комплект поставки в комплекте мы имеем ключ для извлечения слота по 2 наносим карты краткое руководство хороший силиконовый чехол сам смартфон с наклеенной защитной пленкой блок питания на 120 ватт и кабель для зарядки с usb-a на тайп-си в комплекте мы имеем ключ для извлечения слота по 2 наносим карты краткое руководство хороший силиконовый чехол сам смартфон с наклеена и защитной пленкой блок питания на 120 ватт и кабель для зарядки с юсбии на тайп-си без смартфона составляет 200 граммов а габариты 160 174 на 9 миллиметров в продаже без белая расцветка черная и фиолетовая словами из разных цветов в плане дизайна все хорошо. К сожалению, рама выполнена из матового пластика, а не из металла. Тыльная часть также стеклянная, собран смартфон хорошо, особых претензий по качеству материалов к нему нет. Ко всему Smart имеет защиту от влаги стандарта IP68, но топить все равно не стоит. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Для беспроводных аудиоустройств Bluetooth кодеков достаточно. Установлен здесь Bluetooth чип версии 5.3, вибромотор линейный по оси X, тактильно приятный и настраиваемый. ИК-порт в наличии. Smart оснащен CrystalRes AMOLED дисплеем 1.5К на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass Victus. Экран изогнутый, рамки небольшие, как и подбородок. Характеристики экрана следующие, контрастность 5 миллионов к одному, плотность пикселей 446p5, световой охват 100% DCI-P3, плюс есть поддержка Dolby Vision HDR10+, технологии затемнения PWM на 1920 Гц. Также экран имеет 3 сертификации TUV Rainland. Результаты замеров шима оказались хорошими, выше 20% шим не поднимается, пиковая яркость до 1800 нит. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, а в настройках можно включить автоматический режим или меньшую частоту. Мгновенная частота дискотизации касания 2160 Гц. Always on display здесь тоже урезанный только на 10 секунд, но есть. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Завести можно до 5 отпечатков пальцев. Сканер работает хорошо, но изредка проскакивают промахи, что можно сказать и про распознавание лица. Удобно, что можно зарегистрировать биометрические данные двух лиц. Процессор MediaTek Dimensity 72-00 Ultra, графический процессор Mali-G610, оперативная память LPDDR5 на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 ГБ или 512 ГБ. Интерфейс MIUI 14 на базе андроида 13 версии, жаль, что не на 14 версии. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка eSIM, 5G, 4G сетей и ниже. Для 4G сетей в глобал версии все бенды на борту. У меня связь смартфон ловит хорошо, датчик приближения не подводил, запись разговора в стоке отсутствует. NFC для бесконтактной оплаты на борту. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В писемарке устройство выдало результат в 7 часов 53 минуты. И это неплохо, в принципе, на максимальной герцовке и максимальной яркости. Заряжается он с 0 до 100% от родного адаптера питания на 120 Вт в среднем за 27 минут, при том, что от 0 до 76% всего за 19. Результаты тестов смотрите в отдельном обзоре, не все там гладкое, если краткое. И, разумеется, всегда смотрите мое резюмирую в каждом из обзоров, потому что там я делаю аналитику по рынку, и вполне возможно вы услышите что-то интересное для себя. Но не факт. Основной сенсор Samsung здесь Isosel HP3 на 200 Мп с апертурой 1.7 оптической стабилизацией, сверхширик Sony IMX355 на 8 Мп с апертурой 2.2 и углом обзоров 120 градусов. Плюс есть макросенсор, затычка на 2 Мп. Фронталка на 16 Мп находится в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео у нее 1080p 60fps. Минусы – старенький USB Type-C разъем, урезанный Always One Display, миниджек на 3,5 мм отсутствует. Беспроводной зарядки, как и реверсивной зарядки, смарт не поддерживает. И убогий, прямо скажем, процессор, опять же по моим меркам. Резюмирую. За 30 тысяч это просто отличный смарт, но сегодняшняя стоимость его просто нереально завышена. А рекомендую я до 30-тки и во время распродаж. Это реально. Тем более топ, скорее всего, во время сейла и выйдет. Смотрите мой тег скидок. На третьем месте сегодняшнего топа расположен Realme GT3 Global ROM. К плюсам данного смарта я отнесу отличный экран с прямыми гранями, как по мне, что мне особо нравится. Достаточно мощный процессор, спокойно удаляемые китайские программы и допиленная относительно китайской версии камера. Притом я напоминаю, что его в принципе всегда можно относительно выгодно купить и фанатов у него море. В комплекте со смартфоном мы имеем из силиконовый чехол неплохого качества, краткое руководство, ключ для излечения прорезиненного слота по 2 наносим карты, eSIM смартфон не поддерживает. Далее есть защитная пленка, которая наклеена уже на смартфон, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и блок питания, в моем случае на бодрые 160 ватт и разъем Type-C. К слову, можно купить версию с блоком питания на 240 ватт, габариты смартфона 164 на 76 на 9 мм, а вес 199 граммов. И его я не рекомендую приобретать, если вы собираетесь его покупать для перепродажи. Дизайн смартфона интересный, тыльная часть выполнена из матового стекла, рамка, к сожалению, не алюминиевая, но качество материалов отличное, как в целом и сборка. Особенность данной модели – это RGB-подсветка с полупрозрачной вставкой и поддержкой 25 оттенков цвета, которую расположили рядом с блоком камеры. Персонализировать подсветку можно в настройках на смартфоне, есть режим дыхания и режим мерцания, настройка скорости, настройка активного периода и не только. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C от AGO версии 2.0. Также на корпусе можно заметить два микрофона и К-порт. По звучанию установлены стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, профилями среды и пространственного звука. Звучание качественное, но не топовое, учитывая, что здесь не полноценное стерео, а полуторка. Аудиокодеков для Bluetooth-устройств на борту достаточно. Вибромотор линейный по оси X технологии OH-Haptics, хороший, настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем T7+, на 6,74 дюйма, с разрешением 2772 на 1240 пикселей. Полтора ка. Дисплей прямой, без закругленных краев, от этого играть в него удобней. Подбородок внизу экрана минимальный, как в целом и рамки. HDR10+, плотность пикселей 450 пипи, пиковая яркость неплохая, 1400 нет при прямом попадании света на экран. В солнечный день яркости достаточно, запас есть, но небольшой. Автояркость работает корректно и шустро, частота обновления экрана максимум 144 Гц, на выбор также есть 60 Гц и авторежим. Тест на частоту, дискредизация касаний вы можете наблюдать на экране. Результат средний, а в играх экран показал себя хорошо в плане отклика. Имеется PWM, затемнение с частотой 2160 Гц, ШИМ на 100% яркости около 33%, и это реально плохой результат. Так что тем, кто страдает от него, не стоит этот смарт покупать. На 70% 30%, на 30% 6,5%, на нуле около 7. Полноценный Always On Display в наличии. Мультитач на 10 касаний откликается моментально. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, с поддержкой измерения сердечного ритма и распознавания лиц. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, как и распознавание лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen1, графический процессор Adreno 730, также установлен чип Plus. Интерфейс Realme UI 4 версии, на базе Android 13 версии, уже по-любому прилетели обновления. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8, 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi, 6 серия поддержка 5G сетей, что не для всех актуально, но хорошо, что они есть. 4G-сети имеют, только 7-й, 20-й Бэнд не завезли. Опять же, напоминаю, что мне на уроках китайская версия с Global ROM. Тем не менее, связь Smart ловит хорошо, и датчик приближения во время использования не подводил. А в глобалке, разумеется, будут все бэнды. Запись разговора в стоке в моей версии Smart осталась, что странно, в глобальной версии и быть не должно. Bluetooth версии 5.3 NFC в наличии, Mirpay встает без проблем. GPS-тест в городских условиях показывает точность стандартных для Qualcomm 3 метра. Емкость аккумулятора 4600 мАч, заряжается от родного адаптера питания на 160 Вт, он от 0 до 50% за 15 минут. Что касается зарядки в 240 Вт, как я уже говорил, она бесполезна, так как я замерял зарядку и полноценных 240 Вт она не выдает. PC-марки при 144 Гц и на 100% яркости экран выдал 7 часов 20 минут, и это очень круто. В Work Performance 15755 баллов. Вы ощущаете, что не особо вперед, куда уходят смартфоны, особенно среднеценового сегмента, скорее назад. Realme GT обновлен до версии 4.0, в играх Smart показал себя отлично. Результаты тестов смотрите в отдельном обзоре, если кратко, стресс-тест Smart не понравился, мягко сказано. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров и двухцветный LED вспышки. Основной сенсор Sony IMX 890 с автостабом, апертура 1.9 на 50 мегапикселей, 8-мегапиксельный сверхширик сенсор Sony IMX 355 с углом обзора в 112 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 фпс. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него только 1080p 30 фпс. За примерами добро пожаловать, как говорится, в основной обзор. Минусы это быстрая зарядка в 240 ватт. По факту бесполезно нет телефотосенсора, нет беспроводной зарядки, нет миниджека, также нет возможности расширить внутреннюю память. Отсутствие в смартфоне модуля 7 серии также является небольшим, но минусом. Резюмировая, несмотря на минусы, данный смарт показал себя очень достойно, и я могу рекомендовать его к покупке, особенно с учетом стоимости, но не в российском ритейле, хотя глобалка точно не заблокируется, в отличие от китайской версии, которая тоже уже не блочится. Для перепродажи его покупать не советую, но если вам нужен баланс, и вы решили со смартфоном проходить много лет, почитайте, уже много людей приобрели его. Морально модель относительно устаревшая, но сегодня, наверное, лучшего я и не знаю, потому что первые два места это все-таки больше уже про съемку, хотя по факту они предоставляют вам намного меньше за свои деньги, чем этот смартфон. На втором месте сегодняшнего топа я разместил Realme 12 Pro Plus. К плюсам данного смарта я отнесу экран на 120 Гц, среднюю плотность пикселей, отличную пиковую яркость экрана, камеру с зумом в 120х и перископом, хорошее вибро, неплохой звук и отличный внешний вид. А вообще, по факту, это вот просто за камеру второе место. Потому что, как говорят, он красивый и камера ничего. В комплекте мы имеем смартфон, кабель для зарядки с USB-A на Type-C кабель на 67 ватт с европейской вилкой, защитный чехол, ключ для извлечения слота, защитную пленку, которая уже наклеена на смартфон, и руководство пользователя. Слот легко извлекается внизу смартфона, он на 2 нано-симки. Весит смартфон 200 граммов, а размеры 161 на 74 на 9 мм без блока камер и 12 мм с ним. Приобрести данный смартфон можно в трех вариантах расцветки. Ты синее, бежевое и красное. У меня на руках смартфон в бежевом цвете. Тыльная часть выполнена из веганской кожи, а рамка пластиковая, за что минус, как и за то, что нет расцветки с пластиковой или стеклянной тыльной частью. Смартфон имеет стандарт защиты IP65, довольно скромно. Дизайн интересный и смарт однозначно привлекает внимание. Блок камер круглый, выполнен под стиль часов с безелем, у которого есть насечки. Также есть линия по центру тыльной части корпуса. Отмечу, что совместно с группой Realme над дизайном работал Оливер Савео, который знаменит своими работами в области часов высокого класса. Дизайн и вправду запоминающийся, но по большей части это маркетинговая уловка, разумеется. Смарт мне лично держать удобно, из рук не выскальзывает, а пользоваться одной рукой в целом можно, но не всегда удобно, для этого у вас должна быть довольно большая кисть. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, два микрофона, с шумоподавлением два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, качество звука хорошее, мне звук понравился. Ко всему в настройках можно найти различные звуковые пресеты для кастомизации звучания, но звук здесь полуторка. Кодеков и соткой четкости на борту более чем достаточно. Bluetooth-чип установлен в версии 5.2, вибромотор тактильно хороший и настраиваемый. Смарт оснащен изогнутым OLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей Full HD+. Соотношение экрана к корпусу 93%, рамки хоть и небольшие, но заметные, контрастность 5 миллионов к одному, цветовой охват 100% DCI-P3 с поддержкой 1,7 миллиарда цветов. Смарт имеет 20 тысяч уровней затемнения для более плавной регулировки яркости. Функция автоматической регулировки яркости работает хорошо. Заявленная пиковая яркость 950 нит, по моим тестам максимальная яркость 729 люксов. Пиковая 1400 люксов, но он их не держит, яркости мало, это однозначно. Плотность пикселей средненькая 394 PPI, частота обновления экрана максимуму 120 Гц, экран не LTPO, но есть режим автоматического подбора частоты, частота дискретизации касания до 240 Гц, тест на частоту дискретизации касания показал средненький результат, мультитач на 10 касаний откликается без проблем и быстро, полноценный АОТ на борту. Шим затемнения 2160 Гц, показатели шима вы можете наблюдать на экране, выше 12% он не поднимался. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает корректно и быстро, внести биометрические данные можно только одного лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, и при этом можно завести 5 других отпечатков пальцев. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, графический процессор Adreno 710, система охлаждения VC площадью 3394 квадратных миллиметра, а везде по 5000, помним же. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 8 или 12 ГБ, внутренняя память типа UFS версии 3.1 на выбор 256 ГБ или 512, интерфейс Realme UI версии 5.0 на базе андроида 14 версии, интерфейс работает без нареканий, русский язык, разумеется, на борту. По связи уже имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G сетей третий бенд на борту, а вот 7 и 20 в китайской версии нет, к слову, как и записи разговоров в глобалке. Без уведомления с собеседника о начале записи, но в глобальной версии смартфона, который я тестировал, все бенды на борту. Датчик приближения срабатывает стабильно, хорошо и без нареканий. Для бесконтактной оплаты установлены NFC-модуль, GPS-тест показывает стандартную точность 3 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч в PC-марке. Смартфон выдал 10 часов 2 минуты, а Work Performance 12000. 12 Pro Plus поддерживает быструю зарядку до 67 Вт, заряжается смарт от 0 до сотки примерно за 45 минут. Результаты тестов, если кратко, довольно противоречивые, а точнее стресс-тест смарту вообще не понравился. Основной сенсор Sony AMX 890 с оптической стабилизацией на 50 Мп с углом обзора 84 градуса, апертура 1.8 и разрешением для видеосъемки 4К 30 фпс. Портретный сенсор с перископом OmniVision OV64B на 64 Мп с углом обзора 33 градуса, трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Далее есть по большей части бесполезный сверхширик. Sony AMX 355 на 8 Мп с углом обзора 112 градусов и апертурой 2.2. Им лучше вообще не пользоваться. Фронтальный сенсор на 32 Мп с углом обзора 90 градусов и апертурой 2.4. Находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 фпс. На борту есть много различных вспомогательных функций, режимов, фильтров. К примеру, двухоконный режим, 3 специально настроенных фильтра, ночной режим, Pro режим, панорама, выдержка фильма и не только. Минусы – мало яркости экрана, мало производительности, так как процессор установлен по сравнению с конкурентами менее быстрый и мощный. Поддержка зарядки всего до 67 ватт, нет ик-порта, нет миниджека, нет 60 фпс для основного сенсора, нет 7 и 20 бенда, нет возможности расширить память вставив microSD, беспроводной зарядки нет, что неудивительно, за эти деньги лютый сброс яркости в играх, так как Proz сбрасывает яркость от перегрева аж до 280 люксов. Резюмирую, он в топе на втором месте, потому что его реально взять за 24-27 тысяч рублей на распродажах. Опять же, почему? Потому что они поняли, что он своих денег не стоит. И вот в эти деньги он лучше, чем Poco X6 Pro однозначно по камере. Телевик с X3 это хорошо, конечно, но только днем. Стабилизации практически нет, так как процессор банально ее не вывозит, по игровым возможностям Smart также не блещет. Если вам важна камера и хочется за малые деньги получить телевик для дневной съемки, это ваш вариант. Заслуженное второе место по сумме факторов. Именно факторов, а не достоинств, потому что фактор здесь один. Так как они выгрузили довольно посредственный Smart за те деньги, которые они просили. Они сейчас очень прилично скинули на него по стоимости. И в долларом эквиваленте он стоит очень даже выгодно. Опять же, это мой взгляд. На первом месте моего топа я разместил, вы не поверите, Xiaomi Poco X6. Я думаю, вы догадываетесь почему. В конце расскажу к плюсам этого смартфона. Я отнесу процессор от Qualcomm. Достойный результат в Antutu. Возможность видеосъемки также в 4K 30fps на основной модуль. Отличная яркость экрана, быстрая в этом ценовом сегменте зарядка и стабильная работа во всех сценариях использования. В комплекте у нас сам смартфон, силиконовый чехол, блок питания на 60 Вт, как и в Poco X6 Pro, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Габариты смартфона 161 на 74 на 8 мм, вес 182 грамма. И напоминаю, что у меня у этого смарта датчик приближения не глючил, в отличие от Poco X6 Pro, хотя он и там и там вроде бы стоит ультразвуковой, нефигически. Вот такая магия электронов. Продажи из 3 расцветки – это черная, синяя и белая с принтом мрамора. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка. Собран смарт неплохо, материалы не особо тактильно приятные. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP54. Грани прямые, в руке смарт лежит обыкновенно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0. MHL подключение смартфон не поддерживает. Далее есть ико-порт, мини-джек на 3,5 мм, микрофоны и динамики. Звучание здесь стерео с поддержкой Dolby Atmos. Сертификация Hi-Ros Audio и Hi-Ros Audio Wireless. Перекос по звуку есть и заметный, так что считайте это полуторка. Вибромотор линейный по оси X, хороший за его стоимость. Смарт оснащен Crystal Res Flow AMOLED DOT дисплеем на 6,67 дюйма. Crystal Res 1,5к с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Поддержкой Dolby Vision, только защита указана Корнин Горилла Глаз Виктус. А в Pro версии почему-то пятая версия. Хотя опять же для многих Горилла Глаз лучше пятой серии. Плотность пикселей 446,5, цветовая гамма 100% DCI-P3, контрастность 5 миллионов к одному. Соотношение сторон 20 к 9, рамки как и подбородок не громадные. Что касается яркости, то по заявлению производителя на пике она достигает 1800 нит. По моим замерам на 100% яркости смартфон выдавал 2000 люксов, это космос. Обязательно посмотрите на него обзор и посмотрите прожарку, потому что смарт показал себя крайне достойно. Для корректной и быстрой работы функции автоматической регулировки яркости установлен датчик внешней освещенности на 360 градусов. Показатели шима выше 15% не поднимались. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота дискретизации мгновенного касания 2160 Гц. Результат теста на частоту дискретизации касаний выдал средний результат, но в играх сенсорный отклик хороший, только если включить режим турбо, правда. Мультитач на борту и экран откликается на 10 касаний одновременно, хоть и не совсем быстро. 10-секундный Always-On-Display на борту. Вы видите, Pro-версия, не Pro-версия, все равно у Xiaomi он урезанный. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенных под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами. Сканер работает хорошо, завести можно до 5 отпечатков, при том 5 раз один и тот же отпечаток. Для меня это минус. Распознавание лица срабатывает тоже стабильно и хорошо. Биометрические данные можно завести до двух лиц. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7S Gen2. Графический процессор ADN710 с приростом производительности на 57%. Интерфейс MIUI 14 на базе андроида 13 версии. Оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор 8 и 12 гигабайт. Внутренняя память медленная UFS 2.2. На выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт. Поддерживается Wi-Fi 5 серии 5G, 4G сети и ниже. Все необходимые бенды на борту, датчик приближения работает хорошо, в отличие от датчика POC X6 Pro. Bluetooth чип установлен, версия 5.2. Список поддерживаемых аудиокодеков вы можете наблюдать на экране. NFC поддерживается и MerPay встает без проблем. GPS также показывает точность до 3 метров. Емкость аккумулятора 5100 мАч. PC марки Smart выдал 7 часов 19 минут на максимальной яркости и максимальной герцовке экрана. Work Performance 12382 балла. Smart поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжается от родного адаптера питания от 0 до 100 в среднем за 55 минут. Результаты тестов в полном обзоре, как всегда, если кратко, стресс-тест Smart прошел более чем адекватно. И это отлично. К самому неинтересному в этом смартфоне. Блок камер оснащен основным сенсором на 64 Мп с апертурой 1.8 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 фпс. Сверхширик на 8 Мп с углом обзора в 118 градусов, апертурой 2.2 и макро затычка на 2 Мп с апертурой 2.4. Стабилизация присутствует как оптическая, так и электронная, но вот зум, разумеется, только электронный. Фронтальный сенсор на 16 Мп находится в верхней части экрана по центру с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 фпс. За примерами ходите в полный обзор, а исходники качайте в моей личной телеге. Минусы старый Bluetooth-чип Wi-Fi 5 серии, нет места в слоте под microSD, беспроводной зарядки нет, как реверсивный, что неудивительно за его стоимость. Резюмирую, если вспоминать, что все смарты продаются в долларов, и вспомнить курс в рублях в прошлом, этот смарт за 190 долларов умеет сегодня то, что не умели смарты за 300 долларов и выше. Когда-то, и за свои 19 тысяч на распродаже, это просто отличный смарт, притом он бывает и по 18. И минусы его вспоминать не хочется, хоть они и есть, как у всех смартфонов, даже более 1000 долларов. Если вам нужен недорогой по нынешним меркам смартфон, это самый лучший вариант на сегодня, по мне. Учитывая стоимость, вам могут продавать, в прямом смысле продавать телевики, как у Realme X3, могут продавать какую-то мощность, которая вам не особо нужна, если вы в Genshin не будете бегать, могут продавать вам отличную оболочку, как в OnePlus. Но по большому счету, при разнице в стоимости практически в два раза, все эти смарты лучше этого Poco на процентов 20. Опять же, если это в процентах измерять. Если вам, повторяюсь, нужен недорогой смартфон с запасом, этот не хватает звезд неба, но он работает стабильно, и имеет все необходимые современному покупателю функции, стоит адекватных денег, и однозначно по мне заслуживает первое место. Ну а вне топа, я считаю, что это лучший смартфон на данный момент за 30 тысяч рублей, iKuneo 9. И многие скажут, что это китайская версия, и здесь есть определенные недостатки. Разумеется, вы прекрасно знаете, что у нас здесь не все бенды, но это с одной стороны. С другой стороны, этот смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, экраном OLED 8 TLTPO на 6,78 дюйма. У него 144 герца у экрана, пиковая яркость 1400 нит, и по моим замерам на 100% яркости он выдает целых 880 люксов. Показатели шима выше 20% не поднимаются. Помимо этого, здесь, разумеется, графический процессор Adreno 740, и он нереально крутой. Если говорить про его игровые возможности, для примера, в PUBG с одновременным стримингом на твиче у него уходило за 1 час 28%, тестов он проходил хорошо, яркость не сбрасывал, в отличие от какой он там Vivo X100, и на модели были доступны максимальные настройки графики, и 90 фпс он держал, плюс он грелся всего до 41 градуса. Если говорить про камеру, основной блок камеры, это основной сенсор Sony AMX 920 на 50 мегапикселей с апертурой 1,9, и сверхширик на 8 мегапикселей. Разумеется, здесь полноценный Always On Display, стерео. Помимо этого, к сожалению, здесь не заявлена защита от флаги, он довольно легкий, 190 граммов, Bluetooth, разумеется, версии 5.3, экран с разрешением 2800 на 1260 пикселей, OLED 8T LTPO, повторяюсь. Полноценный Always On Display в наличии, сканер отпечатков пальцев, внедренный в экран, отрабатывает великолепно, распознавание лица срабатывает тоже отлично. Имеется поддержка Wi-Fi в 7 серии, поддержка 5G-сети, для 4G-7 бэнд на борту, вот 20-го, к сожалению, нет. Там есть русский язык, сразу из коробки Google сервиса. Выглядит он нереально классно, и единственный момент, по поводу которого вы должны беспокоиться с IQ, это, в принципе, только проблемы с уведомлениями на Always On Display, и очень глубоко китайщина, которую, может быть, надо будет вам удалить, хотя вполне возможно и нет. И вся она отключается. В целом, если вы можете включить голову, это идеальный смартфон для всего. Понятно, что кто-то мне напишет про агрегацию частоты, если вы в глубокой деревне, то, разумеется, и 20-й бэнд вас может волновать. Но таких все-таки пользователей меньшинство. Почему этот смарт не пиарят? Повторяюсь, потому что маржа с него нулевая. Официального представительства IQ в России нет. За эти спеки, когда вы скажете, что вы купили там за 30-32 тысячи рублей смартфон на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с обалденно быстрой прошивкой, которая классно выглядит, и его вам хватит свободно на года три, разумеется, это никому не выгодно из продавцов в России. Вам будут продавать Pixel 7a, на FinFone 2, про них я отдельно скажу, резюмирую, все подобное. Это нереально классный смартфон, и рядом в топе вот все, что было, рядом не лежало, учитывая его стоимость. IQ топ уже очень давно, и это его просто золотой стандарт, вот этот средняк. Посмотрите комментарии пользователей под обзором, посмотрите комментарии пользователей, которые приобрели Neo 8 Pro, Neo 8, форумы, и придите к выводу, что если вам нужен классный смартфон за максимально вменяемые деньги, это один из самых на данный момент по цене-качеству достойных аппаратов. Опять же, это мое субъективное мнение, напишите, кстати, какой у вас смартфон, и какой вы собираетесь приобретать. Samsung A54 слишком древний для этого топа, и даже Pixel 7a, который я сюда поместил, довольно такой сомнительный аппарат, но имеет право на жизнь, для тех, кто любит фотки. Так, ну и тем, кто дошел до резюмирую, у меня немного топ в полевых условиях, но смысл от этого не меняется. Я напоминаю, что вот смотрите, у нас, допустим, существуют дорогие смартфоны. Это S24, и они у нас стоят 500 долларов плюс, иногда и 600 долларов. Мы на них не смотрим. Почему? Потому что они все перегреваются, и по большому счету это уже не про необходимость, это про игрушки и все остальное. Существуют какие-нибудь экзотические смартфоны, вот допустим, опа к 11, и подобных смартов здесь нет, потому что это аналог какого-нибудь там IQZ8, Z8X, они реально дешевые, их реально можно взять до 20 тысяч рублей, и в принципе задачи они выполняют свои, но не так волшебно, как всем бы хотелось. И, разумеется, существуют вот такие смартфоны из разряда Redmi Note 13 Pro 5G, Realme 12 Pro Plus, которые уже этот чуть-чуть про камеры, этот чуть-чуть про игры, этот смартфон, допустим, красиво выглядит, Narza 50, но он не про игры, не про камеры, и к чему я его взял в руки, к тому, что все, что дешевле, чем 150 долларов, в 99% случаев будет тормозить, притом довольно сильно. Вот эти штуки тормозить не будут чаще всего, если правильно подобрать смартфон. Разумеется, вместо 20 тысяч рублей вы будете готовы потратить почти 30 тысяч рублей, для того, чтобы у вас диодики поиграли, но по большому счету это те же тапки, только в профиль, при том, что по мне вот это еще и по камере выигрывает. Поэтому, если говорить про топ, из всего, что я вам назвал, разумеется, есть смартфоны, которые морально устарели. А я их, скорее всего, туда включил, ну, мне кажется, для того, чтобы те, кто приобрел эти смартфоны, решили их не продавать, смысл вам менять их нет. И те, кто умеют рыться на Авито и на всяких площадках и покупать супердешево, есть вам смысл их приобрести, но не для того, чтобы перепродавать, а чтобы комфортно ходить, притом 2-3-4 года. Я говорю сейчас про, допустим, Пока F5. Это абсолютно адекватный смартфон за свои деньги. И тот миллион баллов в Antutu за свои деньги, он выдает больше, чем рейдмики, и они реально лучше. Если говорить про в целом глобальный рынок, что ждать от трех сотен долларов? По большому счету ничего. Почему? Потому что это тот же Пока F3, как вы помните, только Пока F3 уделывает половину этого топа. Если говорить про пиксель, я его запихал с точки зрения исключительно каких-то фото возможностей. И из всего этого, что я вам рассказал, я бы на вашем месте обратил внимание на два смартфона. Это Пока X6 и Пока X6 Pro. Потому что все остальное, как бы оно не было у меня ранжировано, оно имеет свои минусы. Вот это вот больше про красоту. Это Тририлми. И про телевик. Он вам нужен? Он реально вам нужен? То есть до такой степени маркетинг раскачал все вокруг, что убедил, что народу нужен портретник в бюджетном смартфоне. Притом волшебным он не является. И в целом, я надеюсь, что идея ясна. На это обзор будет на канале. На это обзор, разумеется, тоже будет на канале. В топы можно включать что угодно. Вы можете какие-нибудь свои топы расписать. Разумеется, в топе ничего нет из третьего эшелона, потому что, ну это дичь. За 200 долларов у вас аппараты не то что окирпичатся. Они вам самим не нужны будут. Через год почитайте, что происходит с так на инфиниксами и подобным. У них великолепные смарты до 150 долларов, одноразовые. Все остальное я, к сожалению, рекомендовать не могу. Если с чем-то не согласны, хотели бы, чтобы я туда, не знаю, запихал еще самсунг а54 для примера, или что я туда еще не закинул, какой-нибудь древний нафин фон, или, не знаю, какой-нибудь сяоми 12х, который ты купишь, скорее всего, в витринный образец. Можете написать, но этим всем смартфонам больше двух лет. Все-таки в топе смартфоны все до одного года, и я считаю, что он более чем адекватный. Вы, повторяюсь, можете не согласиться, напишите свои топ-3 смартфонов в комментариях, вы очень сильно поможете этим пользователям и, в конце концов, даже перекубам. Не забывайте, что распродажа на Али будет еще 10 дней, но то, что происходит с курсом, что и должно было происходить, к сожалению, подвигает вас к тому, чтобы прогнозировать и приобрести смартфон на ближайшие два года. Я считаю, что это самый актуальный топ. Я считаю, что, к сожалению, айкуны о 9 редко бывают на распродажах, его, в принципе, продавать не будут на Snapdragon 2 за 32 штуки ты нигде смарт не купишь, согласитесь. И, в принципе, вот номер один пока x6 это идеальный выбор до 30 тысяч и нечего думать. Опять же, мне так кажется, потому что это мой экспириенс, это ошибка выжившего. Почему? Потому что x6 у меня с датчиком приближения глюков не было. Других блогеров у кого-то были. Взвешивайте за и против, можно и за 23 x6 про взять, там не такая огромная разница, но в целом девайс лучше. Можете брать не Xiaomi, можете брать Realme, но Realme по мне сейчас уже пошли очень давно про красоту. Если не брать, опять же Neo3, вот это единственный прям древненький смарт и стопа, но он тоже тянет и тоже тащит. И, к слову, на селе он тоже по очень вкусным ценам. Девайсом всем от меня в топе, да он странный, но надеюсь, он вам понравился. Добра и удачи вам, дорогие друзья!